Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о геометрии. Мы поговорим о размерах катеров. Не тех, что указано в паспортных данных, а о настоящих размерах. Габариты внешние, внутренние, длина спальных мест, ширина кокпита. Все эти вопросы мы поднимем сегодня. И поможет нам в этом наш помощник – рулетка. И первое, с чего мы начнем, мы измерим длину катера Fenix 600 на прицепе с мотором. Будем измерять от дышла, который мы обозначим такой стоечкой, до мотора. Сымитируем, что мотор подвешен на катер, то есть расстояние выдержано на настоящее. Ставим еще одну стоечку. Как раз получается расстояние при установленном винте. Вот сейчас по нашим флагам померим реальную транспортную длину этого комплекта. Начинаем наши замеры. Вот что мы имеем. Длина катера Fenix 600 с мотором на прицепе получается ровно 7 метров 10 сантиметров. Следующим нашим измерением будет ширина катера. Ширину будем измерять по самым выступающим частям. В данном случае это прицеп МЗСА. К нему и приложим наши стоечки. Измерения по габаритам прицепа показали цифру 2 метра 24 сантиметра. Сейчас мы измерим катер. В паспорте он заявлен 2,30. Проверим так ли это. Да, действительно 2,30. Интересный момент получается. Катер чуть шире прицепа. Это не критично, но надо иметь в виду. Теперь мы измерим высоту. Это самый частый вопрос, потому что гаражи у всех разные. И люди волнуются, войдет ли катер по высоте или нет. Складываем огонь. И проведем наше измерение по высоте от рейлинга до пола. Для измерения высоты вот собрали такой девайс из веревки, якоря, весла. Выбрали наивысшую точку рейлинга по высоте. И сейчас мы измерим точное расстояние от рейлинга до пола. Ну вот, 2 метра 28 сантиметров получилась у нас высота по наивысшей точке по рейлингу. Феник 600. Учитывайте это при планировании места стоянки судна, если вы хотите хранить его в своем гараже. 2 метра 28 сантиметров. А теперь мы займемся измерениями заднего дивана. Это тот вопрос, который вызывает, как правило, жаркие споры. Удобно здесь спать или неудобно. Давайте проверим это с помощью рулетки. 97 сантиметров. Ширина вполне себе комфортная для того, чтобы отдохнуть и прилечь. Длина дивана 170 сантиметров. В принципе, для человека не очень высокого роста это нормально. Но если измерять расстояние нишевое, то мы видим размер 2 метра 30 сантиметров. В эти ниши спокойно поместятся ваши стопы. Ну или небольшой мини-бар, а может и большой. То как. Ну а ответом на то, удобно сзади спать или нет, будет измерение диагонали дивана. По диагонали размер подушек получается 1 метр 87. То есть практически любой человек в одиночку ляжет здесь спать спокойно совершенно. Так что я думаю, тема удобно-неудобно, а это можно закрыть. 1 метр 87 по диагонали. Ночевка реально. Вот чтобы снять этот ролик, переместили порядка 10 тонн грузов веера. Следующим нашим измерением будет измерение высоты в рубке. Померяем изначально с мягкой подушкой, потом измерим без нее. С подушкой получается 102 сантиметра. Высота без подушки 110 сантиметров. Высота в рубке 110 сантиметров. Это если убрать подушку. Ну, 102 там с подушкой вместе. Это позволяет сидеть в полный рост человеку практически любого роста. Ну, если совсем очень высокий, то подушку можно убрать. А так расстояние отличное. Очень часто звучит вопрос, какую плитку приобрести в катер, чтобы готовить нами обед, и чтобы поместилось вот на это пространство, на этот столик. Померяем его. Внутреннее пространство 51 сантиметр. По длине и 33 по ширине. То есть габариты вы поняли? 51 на 33. А уже модель плитки выберите, исходя из этих данных. Высота от палубы до потолка рубки 159 сантиметров. Рубка имеет небольшой скос вперед, наклон. Поэтому мы взяли среднюю ее часть и измерили 159. То есть дети здесь стоят в полный рост вообще. Вернемся к измерению спальных мест. Теперь это спальное место в подрубочном пространстве. Ширина спального места в подрубочном пространстве в самой его широкой части 189 сантиметров. Сейчас мы измерим более узкой части, чтобы иметь полную картину. Вот в данном месте ширина спального места 143 сантиметра. Поэтому рекомендую спать, естественно, головой в сторону кормы, ногами туда. И в таком случае вдвоем вы не будете абсолютно мешать друг другу. Сейчас измерим длину этого спального места. Длина спального места по центральной части получается ровно 2 метра. То есть ночуете с комфортом. Как в ширину не мешаете друг другу, так в длину хватает места для того, чтобы разместиться, не сгибая коленки. Часто звучит вопрос о размерах вот этой площадки под врездой эхолот. Здесь мы видим 115 миллиметров по высоте. Ну, ширина более чем достаточно. 450 миллиметров. По опыту врезать сюда можно карт-мотер 6 дюймов, не больше. Чтобы врезать 7-8 и далее дюймовый прибор, уже требуются какие-то переделки. В базе шестерочка врезает. Очередной немаловажный вопрос это размеры рундуков. Давайте померим. Смотрите, геометрия в них сложная, то есть это не параллельный пипет, не ровный ящик. Но измерим основные размеры. длина рундука 106 сантиметров. высота 28 ширина. Возьмем ее среднюю часть его среднюю часть 70 сантиметров. Но, повторюсь, геометрия сложная, поэтому для наглядности давайте измерим в жилет. То есть три объемных жилета влезают легко. Можно уже иметь представление о настоящем размере этого рундука. Левый рундук аналогичен правому рундуку, поэтому три жилета тоже влезут. Ну и много полезных вещей, которые вам пригодятся в путешествии, вы сможете здесь разместить. Давайте перейдем к заднему рундуку, самому большому. Рундук, который находится под задним диваном, с виду очень большой. Давайте померяем его размеры. Ширина 156 сантиметров. Глубина 38 38 да. Так, и этот размер у нас 57. То есть перемножив эти цифры, можно вычислить объем. Ну смотрите, здесь у нас расположен аккумуляторный ящик. Также там можно разместить второй аккумулятор. Это часто делают наши заказчики. Задний рундук очень объемный. Как видите, можно поставить холодильник. Сюда можно поместить запас топлива. Также в последнее время очень много людей заказывают баки под чистую воду, чтобы на борту был водопровод не за бортной водой, а с чистой. В общем, рундук позволяет сместить все, что угодно. Ну и часто звучащий вопрос о размерах носовой части. Люди интересуются, можно ли здесь прилечь позагорать. Размер по центру до приваленного бруса 146 сантиметров. Ширина носовой площадки по центральной части 148. Из личного опыта могу сказать, что постелив какое-то покрывало, можно вдвоем прилечь, облокотившись на стекло и позагорать. На нашем канале есть видео, здесь по ссылочке посмотрите, о 600 фениксе. Там мы затрагивали тоже вопрос удобства нахождения на носовой части. Там видно, что это удобно, можно и лежать, и рыбачить с нее. Но размеры вы видели. И о чем еще хотели сказать в рамках этого обзора. Размеры якорного рундука катера феник 600. Глубина его 29 сантиметров. Ширина порядка 60. точнее длина аж ширина тоже 60 сантиметров. Уважаемые подписчики, спасибо за ваш вопрос. Он звучит очень часто. Влезет ли лодка феникс 600-й мой гараж по высоте, по длине, по ширине. И исходя из этого мы решили показать вам вообще все размеры полезные. Внутренние, внешние, габаритные. Мы поставили лодку на прицеп, повесили мотор и сделали все основные замеры. Теперь вы точно будете понимать, подходит ли она вам, подойдет ли она к вашему месту стоянки, войдет ли в гараж. Или будете понимать, какой гараж вам проектировать под хранение этой лодки. Будете понимать, удобно ли вам будет в ней путешествовать одному, вдвоем, втроем. И еще один частый вопрос, который вы задаете, это размеры спальных мест. Сегодня мы померили ширину, длину и даже диагональ. Поэтому этот вопрос тоже закрыт. Не забывайте подписываться на наш канал. Дальше вас ждет обзор феникса 530. Мы тоже измерим все его габаритные размеры. Сравним большой хардоп с малым хардопом. Далее мы измерим полностью феникс 560, феникс 510. Будет интересно. С вас лайки, комментарии, ваши вопросы. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok